Стань супергероем! Один из столичных приютов для животных начал акцию с таким названием Что это значит и что нужно, чтобы начать помогать тем, кто сам точно не справится, знает Ольга Теребинская Стать супергероем, не выходя из дома, волонтеры приюта «Сириус» начали проводить встречи для всех желающих помочь бездомным животным На таких неформальных собраниях рассказывают, чем каждый из нас может стать полезным для животных Можно помогать, не выходя, грубо говоря, из своей зоны комфорта Обязательно ездить в приют, многие боятся просто видеть картину от несчастных животных Можно, находясь в Киеве, находясь даже на своем рабочем месте, уделив 10 минут времени в день, быть очень полезным Мы акцентировали, что встреча ни к чему не обязывает, никто не будет просить денег или ты должен чем-то помочь У нас были истории, когда девочка делала татуировки благотворительные с животными и таким образом помогала приюту Юристы, режиссеры, маркетологи, журналисты на первой встрече – люди разнообразнейших профессий Екатерина работает креативным копирайтером, говорит, ее профессиональные навыки могут принести немало пользы для приюта Я могу создавать контент, начиная от написания текстов для поста, для сайта, заканчивая созданием каких-то сценариев для роликов, какую-то инфографику, то есть все, что связано с наполнением контента чего-либо Приюту Сириус уже 18 лет, изначально рассчитывали, что здесь будет сдержаться не более 250 животных, но сегодня их здесь около 3000 Основатель приюта Александра рассказывает, каждый год Киев выделяет от 100 до 300 тысяч гривен на содержание питомцев, но такой суммы хватает разве что на месяц Впрочем, городские власти могут помогать не только деньгами Для того, чтобы уменьшать количество животных в городе, нужна социальная реклама Конечно, нужна реклама о стерилизации, о пользе стерилизации, популяризация стерилизации Нужна реклама о том, чтобы забирали животных из приютов, о том, чтобы помогали животным в приютах, о том, чтобы приезжали в приюты, посещали Вот это вот все могут организовать городские власти. Также говорят, в приюте необходимо на законодательном уровне ввести обязательную регистрацию домашних животных. Это поможет бороться с теми, кто выбрасывает своих питомцев на улицу. И просит властимущих поработать над механизмом наказания за жестокое обращение с животными. Ведь большинство из них попадают в руки волонтеров после насилия со стороны людей. Ольга Теребинская, Богдан Савруцкий, Андрей Ярковой. Подробности телеканал Интер.